приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 6 июня поговорим о самом главном запрете этого дня также что это за свобориное дерево почему этот день называется днем шиповника а также что можно и нельзя делать в этот день по народным приметам обязательно досмотрите это видео до конца и так друзья сегодня 6 июня отмечается народный праздник свобориное дерево и в этот день церковь вспоминает никиту столбника который обладал чудотворным даром исцеления другие названия праздника никита столбник никита огуречник огуречник и еще другое название как шиповников день и друзья люди старались не забывать о том что запрещается делать в этот день 6 июня для того чтобы не привлечь к себе беду и большие проблемы которые были связаны с финансами здоровьем и жизнью в целом поэтому именно в этот день 6 июня запрещается думать о плохом грустить нельзя и в этот день также обязательно радуйтесь жизни смейтесь веселитесь и в таком случае все беды уйдут обязательно на другой план народе считалось что лето начинается как раз 6 июня этот день был посвящен такому целебному растению как шиповник почему его называет свобори новым деревом сожалению неизвестно у наших предков шиповник был символом молодости красоты и любви в народе подметили что шиповник может влиять даже на душевное состояние человека колючие кусты помогали справиться с печалью глубокой скорбью разочарованием отчаянием и апатией стоило только рассказать о переживаниях шиповнику как в скором времени поступало облегчение если у вас есть проблема то дикая роза подсказывала ее решение а когда шиповник только только расцветал бабушки усаживались под ними со своими внуками и рассказывали им сказки считалось что это поможет деткам избавиться от страхов старину 6 июня люди срывали ветки шиповника с распустившимися цветками и приносили их в свой дом они верили что это поможет выгнать нечистую силу из жилища также ценились в народе и целебные свойства шиповника лепестками врачевали раны с помощью меда сваренного на цветах чистили кровь отваром лечили простуду в день шиповника чтобы сохранить красоту девушки и женщины умывались водой с лепестками шиповника а чтобы красоту приобрести нужно было на заре возле кустарника тайно произнести определенные слова мужчины же говорили шиповник цветет огонь клюет в этот день ночевали начинались так называемые летние или зеленые святки было принято украшать дома растительностью завивать на березах венки шиповник ценят шиповник ценят не только за удивительные легенды а за его целебные и уникальные свойства в народе получил он почетное прозвище лекарь леса и народные целители используют это растение для лечения ран простуды и очищения крови лепестки цветков шиповника сваренные с медом применяется при рожистом воспалении а корни шиповника для ножных ванн применяется шиповник и при гипертонической болезни атеросклерозе при гастрите язве желудка и двенадцатиперстной кишки обращаем ваше внимание что именно в этот день 6 июня запрещается кому-либо рассказывать о своих проблемах противном случае они будут еще тяжелее лучше всего поделитесь своими печалями цветущим кустом шиповника который поможет отыскать вам скорое решение проблемы также в этот день 6 июня запрещается продолжать путь если через дорогу пробежала черная собака иначе беда застанет вас врасплох чем крупнее собака тем страшнее стоит ожидать неприятностей от нее обращаю ваше внимание что в этот день по народным приметам запрещается давать даже самым близким людям денежные средства в долг противном случае вы никогда их не увидите вернуть или получить долг в это время это к добру и тогда у вас появится финансовая стабильность и неожиданная возможность получить как можно больше денег не стоит сразу же их тратить всю полученную сумму лучше всего отложить и тогда сумма увеличится в разы друзья вот такой у нас с вами день 6 июня вам всем желаем прекрасного настроения мира любви и гармонии друзья теперь вы знаете о запретах этого дня а мы с вами услышимся уже в следующем видео